Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и последним в этом году я решил показать вам такой необычный ФФА сериал. Да, шестая цива, но на 10 человек. Получилось у нас сыграть на 10 человек, хотя я вам всё-таки не рекомендую подобным заниматься. Знаете, по ощущениям, примерно как ФФА на 8 в пятой циве. То есть были некоторые проблемы, но в принципе, в принципе, мы игру доиграли, как ни странно. Так что занимательно будет. Я бы сказал, что тут есть некоторые проблемы больше не в техническом плане, а скорее в дипломатическом. Но вы всё сами увидите, я решил разбить эту игру на 5 серий, чтобы успеть уже к Новому году всё выложить. Так что смотрите, пишите в комментариях ваше мнение. Это вот после последнего патча игра, и тем более мне ещё выпало за Польшу играть. Так что и новую нацию покажу в деле. Или, так сказать, мне просили стрим на божестве против компьютера. Но вот получается сыграть против живых людей за Польшу. Так что это первая в своём роде такая большая сетевая игра в шестой циве на 10 человек, ещё раз повторю. И пожалуйста, напоминаю, воздерживайтесь от негативных комментариев в сторону моих соперников. Ну и меня в том числе, потому что всё равно я это всё буду банить. И от бессодержательных спойлеров, прям вот описывающих, что про него... То есть вы можете это обсуждать, но старайтесь так, чтобы это не было так откровенно. На этом всё, приятного вам просмотра. Блин, странное место. Немножко. Блин, ну я без реки, получается? Блин, это плохо. Как успехи по загрузке у кого? Я загрузился. Я тоже. Я уже закончилась. Но не загрузился. Ну, у меня мышка появилась, но ещё морда фипа. Блин. О, всё, есть. И WSID работает. Успех. Разирики. Слёвочки не устраивали. Ну, потому что у меня остальные ходки на QRT, FG, ZXTVB. Я раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот этим. Ну, я смогу тут, например, акведук в будущем построить, конечно. Плюс я control нажимаю мизинчиком, чтобы с вами общаться. И даже названия городов видны. Аллилуйя. Просто счастье. Так, ну, надо, конечно, амбар будет открыть, что у меня тут жилья. И место не такое поганое. Хотя, шесть жилья есть. Я плачу. Зачем в тундру Ганди сослали? О-о-о, еще один, сейчас я хочу. Ну, понеслась. Давайте, заканчивайте ход. Я своим местом не очень доволен. Отсутствие реки, конечно. Я ганди совсем не доволен. Я мигрирую. Слушайте, а тут есть какие-то различия между морем и озером? Можно как-то понять, что вот это озеро? Ну и что озеро? Да, описано. Там написано, ты наведешь. Там, если берег, то есть пишет лейк. Ну, если это озеро, пишет озеро. Если это море, то океан, то там пишет берег. А, и что, и на озере я не смогу построить гавань, да? Можно, по-моему. Ограничения по чудесам. То есть есть чудеса, которые на озерах строятся. Только вот в озерах ты их можешь засунуть. А, точно, это Темпло Майор какой-то там, я вспомнил. Да, да, да. Ну, а колосс и маяк я могу на озере строить? Да, да. Даже могу сказать больше. Можно на ресурсах строить даже. Это все дело. Морские. Тогда не так плохо озеро. Это озеро отлично. Лучше даже, чем море. Ну, не в ваниле. Так что континент другой нашел. Версии игры. Да. Это прям гипсовый магнат. У меня уже 4 клетки с гипсом. У меня нету ни одного люкса в городе. У меня вот один люкс есть. Гипс он шахта или карьер? Карьер. То есть на него действует плюс 2 от карьера. Гипс он гипс. А это откуда для карьера плюс 2? Религия. Религия. Каменоломня, лучше так сказать. А, это вы проверили. Ну вот речка, да, можно было поставить. На Венече строится. Бар. Забегаловка. Пап. Винокотека. Винокотека? Ну это как дискотека, только с вином. То есть ты без музыки, чисто набухавшись, танцуешь. А тут есть это пантеон какой-нибудь на скот? Ну плюс 1 в культуре. По-моему, один из лучших пантеонов на скот. Так, сразу много разведчиков давайте. Согласен. Ты получаешь очень много всего. Это самый лучший пантеон вообще, наверное. Ну он как бы место для второго города, да? Пока. Предварительно. Какой самый лучший? Это ситуативно. Хорошо. Какой пантеон в любой ситуации можно взять? Великий человек. В ситуации, да. Искра, божья искра. Неплохо тут и рис. То есть водную мельницу можно будет построить. Так, вот этим, наверное, скаутом сюда пойду. Серьезно, да, люксов вообще. Кстати, да, ну вот я только второй люкс вижу, вот киты. То есть пока свинь, свинь, ну трюфеля. Тюфеля и киты, пока все. Вот и сбалансировано. Ну по идее, значит и у других так же. Вот в этом я сомневаюсь. Ну ладно, если Ганди в тундре, то я тут, наверное, не самый обижен. Это да. Ну то я в прошлый раз появился, кто-нибудь выполнал, что это совсем. Не больно. Так, гончарное дело. Ну на самом деле Ганди в тундре, он выживет. Я думаю. Ну да, в одной тряпочке ходить, закаленный, наверное. Ну, он же йог. Правильно. Ну да, живут на отставу откроем. Так, что у нас тут обрабатывается. Блин, надо вот этих лошадей как-то добавить. Терпеть лишение. Я наоборот плюс карме получу. Это озеро. То есть, по идее, вот тут будет проход снизу. Бронза ведь надо, чтобы джунглер убить. Потому что я навожу там не написан. Думаю, может что-то изменили. Да. Спасибо большое. А вот речка, кстати. Вот где еще города надо ставить. Так, что у нас тут? Не хочет он, блин. Ладно. Купим так. И монумент. Так, пошли к руинкам. Я до сих пор называю племенные поселения руинками. Такие с иракезами поляки. С выбритыми этим. У всех разные прически. Вот Фераксис заморочилась. Блин, рассматривал сейчас своих дуболомов, приблизил. У всех четырех мужиков разные прически. То есть, вот на этом они заморачиваются. А там, знаешь, сделать очередь строительства, вот эту вот такую, ну, фигню полную, вообще никому не нужную. Это зачем? С одного. Так, на пантеон. Знаю, я в 2D режиме играю. Я ничего не вижу в 3D, там вообще не различить. Военная традиция продвинутая. Ну, неплохо. Так, международная торговля. Вроде бы я кого-то нашел. А какого цвета? Пойду сюда. Я, может, границу вижу. Ну, какого цвета граница? Не хочешь говорить? Наши, если ты Испания. О, я рада с вами. Значит, это Испанец тебя нашел, а не ты его нашел. Надо к ней подойти. Уходи, дверь закрой. Ну, что ты так это грубо. Сразу прогоняешь людей. Я фонда пикс. Отлично. О, еще и религиозная. Круто. Так, а где у нас астрология? Корное дело. Нужно ли мне? Пока, по-моему, не нужно. Да, привет, Михаил М. Араб. Привет. Арабы Испании, это весело. Привет, Вандервул. Привет. Чудо бы, конечно, найти. Ну, вот, в том этом юзер-интерфейсе хорошо, что в демографии производство написано. Это, по-моему, самая главная фигня, которую не видно в оригинальной цели. Ты имеешь в виду это-то? Как в пятой было? Ну, да, да. То есть, все остальное мы знаем, как посмотреть. Там и науку, и культуру, и... Веру, и прочее. Но производство уже понятно. Надеюсь, что ее это Фераксис позаимствует. Да, блин. Так, прикол в том, что это не Фераксис, это разработчики мода позаимствовали у Фераксис из пятой Цивы. Спрашивается, почему те же самые Фераксис сами у себя не позаимствовали для того, чтобы вставить в игру? Может, они как-то не хотели повторяться? Они просто не успевали. Демографию всунуть. Они рисовали разные прически, ребята. Дело в том, что до сих пор не сделать Тимы, допустим. Нет, вот Тимы как раз еще более-менее понятно, потому что все-таки... Так они есть. Они есть просто. Скрыта кнопка. Да, да. Ну, понимаешь, это все-таки вопрос баланса. Тут, знаешь, вот меня спрашивали, а что будет, если там передавать юнит? Там есть какие-то такие механики у цивилизации, которые в командных могут странно работать. Командная игра. Это живые люди. О, Франция. Леша, привет. Здорово. Далеко ты отсюда? Да нет, не очень. Рядом. А кто на Амасе, а кто на Лавразии? Еще раз какие континенты? Кстати, что-то мне континенты не показывает название. Потому что ты не нашел второй, видимо. Нет, я нашел, получил уже... Да блин, даже когда один континент показывал. Это мой континент. У меня Южная Америка. И арабы, наверное, тоже. О, это очень круто. Поэтому мы... Астрологию изучать, и я хочу построить... То есть я убираю пантрон. Так. Поселенец. Будем сюда сейчас ставить ближе к французу. А ты далеко вообще, араб? Не подселяй меня, пожалуйста. Да... Нормально все. Горга, а тебе есть куда-нибудь влево-вниз слиться? А то сверху, а то моя столица недалеко от твоей границы. Чей, грек. Я сейчас разведусь, что сверху, и скажу, что снизу. Кстати, а как там греки? Рядом они или нет? Я рядом с арабом. Это Ракина. Если когда пойдешь вниз, влево, то... Влево-вниз слиться. Влево-вниз слиться. Влево-вниз слиться. Ну, ты смотри, если ниже-левее как бы есть куда-то в высоте. У меня араба нашел еще грек. Я его тоже нашел, но я его границ не вижу. Это вот для третьего города место. Леша, а ты от того места, где мы встретили людей? Иди правее. Немножко правее, а потом вниз. Вранье. У тебя континент Лавразия? Блин, я не... Мне почему-то не показывается название континентов. Я не могу сказать на коме-континенте. А, включил ленту, ты нажми континент. точняк. Будет работать. Так, пантеон. Сейчас походим. Нифига себе, я городов-государств понаходил уже. Так, какой пантеон взять? Тундра, пустыня, рядом с рекой, чудеса. О, слушайте, давайте из краба уже я действительно возьмем. Рыбацкие лоты, культура от пастбищ. Пастбищ у меня мало. Ну, лагерь один есть. Давайте искру божью действительно. Так, теперь бы вообще поменять цивик. О, искра божьего что-то. То есть, я не буду строить Стоунхендж, я возьму пророка с... Араб, а где от тебя находится на новый континент? А то что-то я никакого найти не могу. Сразу говорите, кто спрашивает, потому что... Грек. Ты не всем говоришь, да? А, наверно, от моей столицы раз, два, три, четыре, пять клеток наверх. Спасибо. О, кого я нашел, ацтека. Здорово, ацтек. Араб, а твоя столица от спарты далеко? Блин, тут и ацтек близко. Мы не обменялись пока посольством? Ну, мы можем обменяться. Так обмен посольством не дает положение. Все, я отправил. А что он еще дает? Он получает десять голды, а я информацию слушаю. Блин. Если ацтек найдет это чудо, он пойдет ставить. В принципе, я хочу забрать вот эту соль как-нибудь и ближе... только за речку не заселись, в районе речки селись, а я обещаю не селиться. Я не понял. Я хочу на реке поставить. Ну, вот еще ты, согласен. Хотя, ну, в принципе, да. Я просто не пойму, где ты... Я могу ближе к морю поставить, допустим, если ты там на суше где-то. Сейчас я разведываюсь и смотришь, что там... Да, даже про... У меня-то есть место, куда селиться. Блин, уже его циферки нашел. У меня тоже не... но я не хочу, чтобы вот между... Ну, хотя бы хочу, чтобы столица была прикрыта хотя бы городом каким-то. Я построю, тогда у нас два города будут вприты. Да, что-то где-то над датстеком, что ли, получается? Да. А вы не рядышком там? Нет. Я могу все селье построить. Сразу сюда, чтобы везти город. У меня какое-то новое чудо. это... Да, новое чудо. А что оно вообще делает? Цивилопедия. Там есть два чуда, которые дают бонус юнитам всякие. Типа рядом... Ну, как Килиманджаро, помните, было? Или этот... источник вечной молодости. Выросло до трех. морские боевые юниты, оказавшиеся на соседних клетках, получают... новая норвежская чудо. Ну, то есть, фигня, в принципе. В общем, для меня бесполезно. Так, мне кажется, вот тут надо ставить. Привет, Даминус. Здорово. А сможете ли вы пытать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже оффлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Так, тут один, тут второй, если, конечно, все это успею сделать, а вот тут потом можно четвертый ставить. То есть, так. Мы тогда можем договориться между столицами вообще города не ставить. Хорошо, у меня внизу место есть на западе. Да, я могу на стевер, на восток селиться и нормально будет все. подскажите, французские гвардейцы кого они заменяют? Они не кого не заменяются, они дополнительно появляются. А, ну, где они появляются? гвардейцы вооруженные. Да. Где, где? Вояльная наука. Привет, циферка. Слушай, циферка, у тебя каждый раз строительство Стоунхенджа, я не помню, когда я не играл, чтобы ты Стоунхендж не строил. Мы с тобой в принципе не так много сыграет. Ну, был камень, я построил. Ой, блин, я греческую столицу хотя нашел. Грек, а как мы будем делиться? У тебя на востоке есть куда-нибудь селиться? Какой грек? Синий грек. Так, что он взял и с коричневыми греками. За религию. Он направал мне дофига мягче, не взял. Просто я взял, скажем так, пантеон на джунгли. В принципе, до твоей столицы далеко. Ну, я не возражаю, пока ты вот в этих речках будешь селиться. Где там? Тут кампус, наверное, просто жениться. где-то у меня два места, где можно кампус и святого места. Просто я не вижу, где конкретно. Вот, видишь, реку наверху? Вот я на ней город хочу построить. Потому что у меня пантеон на джунглях, а тут раз, два, три, четыре. Джунг. Окей, бери ее. Но... Если что, я религию на тебя. Хи-хи. Это у нас долгая грузка такая, или это только я? Не подруга, пожалуйста, подождите. Ага, все нормально. Розенфел и вы можете увидеть будущего. Так, плюс 50 при создании поселенцев. Новый город, государство, поле. А раб, ты про эту речку говоришь? Я надку поставил. Да. Окей. Дальше нее селиться не буду. А-а-а. В принципе, где-то и указал, я там и буду строить город. А-а-а. Так я тогда. А? Окей. Отлично. Прикольно. Не могу религию оставаться в том, пантеон. Почему? Нет, священного момента. А, ну да, священное место нужно. А в радиус самый стон как же можно основать. Как я туда притащил этого чувака написано. Не-не. Сначала пантеон. нужно сначала сделать. А-а, пантеон, точняк. А я думал, что я сразу то возьму. Засада. Ну боже, подождешь сейчас? Я не думаю, что тебя кто-то опередит с религией. Не, ну это понятно. Стонхендж пять дает, там через два-три хода просто. Вообще, кто-то опережает, через 15 ходов будет религия. А это если 15 ходов, значит он помолился в священном месте. А что-то нифига себе, американец там уже. А что через 15? 15? Не через 15, а 15 очков. Да, через 15 очков. Если 15 очков, это явно кто-то помолился. Он сейчас про раз помолится, а что-то не будет религия. Данный эффект с ним, она слабая в этой игре. Религия очень сильная. Ты чего? Пользоваться надо уметь. фига тут варвары. Так. Байсюл не я нашел. Да ладно, блин. Пожалуйста, очистите нашу территорию. варвары. Ну, уже ты сколько? В мою сторону все-таки поставил. Ну, я, в принципе, если успею тут поставить третий город, я даже... А кто там же на консерене Плавразии встретил Иерусалим с Вильнюсом? Будет нормально. Сразу мы шидеи купим. О, я нашел, я нашел кого-то, Горго. Привет, Горго. Привет. Ты поможешь мне, нет? Или ты украдешь? Так, а здесь? Ну, я красный воду, потому что тебя же убивают, наверное. Лучше, наверное, поставить вот сюда. Спасибо большое тогда. Ну, на следующий ход сейчас заниматься. Ну, да, да, да. Так, рабочего. Или еще поселенца сразу. У меня аж уже принято, это 50% стоит. Аж уже принято. А, тут же города растут. Блин, забываю все время. Надо на рост сейчас поставить, чтобы три жителя было. Каждый посеянин забирает одного жителя. Вообще, я вот тут еще где-то могу поставить город, кстати. Тут идти и сахар будет. И можно пряность попробовать у Женевы отобрать. То есть, их не надо тут слишком широко ставить. Даже я надо... Великих пророков, великих ученых. Не, пока все так оставлю. Два пророка взяты и не она религия. Чего раз фигня, ребят? В смысле? Кстати, вот смотрите, таймер идет, но у меня написано ожидание халец. А, это я к ее нажал, прошу прощения. Я, наверное, тут даже поставлю. Религия же есть одна. А почему я не могу пантоон взять? Вот мне на прошлом ходу предлагали, я не успел выбрать. Что за предки? Я со стаунном не взял первую религию. Спасибо большое. Сейчас вообще просто... А кто так успел обогнать по религии? Там он зарашил священное место и помолился в нем. А почему мне... 21 ход, это не так долго. Можно на 12-16. А почему мне до сих пор не пантоон не дают на сколько очков? Потому что, наверное, разобрали быстро пантеоны. И количество очков теперь больше нужно для пантоона. А сколько можно? Вот у меня 19. Ну, было 12 первой, да? Потом, по-моему, 14. А фиксировано 12? Я как раз. Нет. По-моему, нет фиксировано. У меня нет пантеона, я сейчас скажу, сколько мне надо. Мне надо сейчас 12 очков вверх, чтобы основать пантеон. Почему я не знаю? Это написано так, я не знаю. Ну, у меня тоже так написано, но у меня больше, и у меня нет пантеона. Просто хрень какая-то. Может, дается один пантеон в ход? Ну, чуваку убрать. Потому что я помню, что у кого-то так тоже было. Типа он не успел пантеон принять, а потом через некоторое время ему опять дали эту возможность. Ну, че, висит ожидание Джоэла. Пирамиды только на ровном месте строятся, да? На холмах их нельзя построить в пустыне. Ну, у нас за Джоэла поход. Ладно, с ним. Вот потому что нельзя в дефтером, блядь, с направлением играть. Джоэл вроде играл с ним, и нормально было. Походили, походили. Так, какую тут клетку будет? Ну, почему камень, а не пряности-то? Не понимаю. Ну, вот, принял пантеон. Просто на прошлом ходу кто-то принял, индус, по-моему. Я вот тоже думаю, что, по-моему, один пантеон... То есть, на одном ходу только один кто-то может пантеон принять. Вот тут, наверное, надо будет поставить. Блин, забрало все-таки пряности. Ну, тогда тут уже плохо. Как-то прелигию так потерять. Пантеон надо сначала. Ну, а что потерять? Чувак заморочился, как бы построил там святое место. Вот это вот все. Догадался, что у меня будут проблемы с пантеоном. Догадался. Ну, по-моему, это всегда, когда ты строишь Stonehenge, у тебя проблемы с пантеоном. Ну, на ваниле не было. Ну, если ты находишь только религиозный город или веру какую-то. Не повезло ему. Ну, мне повезло. Я нашел 20 вер. И пантеон взял. И я понял, что это знак. Я ее не там и хожу, а не просто. Слушай, ну у всех просто таймер закончился уже, а ты еще ходишь. Это интересно. Это кто? Джоэль, да? Таймер вот от новой не так хорошо работает. Он работает хорошо. Это просто кто-то в рассинхрон уходит. Легкий. Ну, вот как бы у меня ход закончился, но написано, как будто... Да, даже фигня. Джоэль, циферки, бифокус. Пожалуйста, подожди. Я уже нажал пропустить. Мне сейчас идет и орол. Сейчас просто уже все. Пожалуйста, ждите. Так, мне предлагают тут вставить. Ну, кстати, есть смысл. Или все-таки тут? Чем тут лучше? Что я до пшениц этих доберусь, да? Надо будет выкупить у ацтека, конечно. Ну, все самое нормальное забавно. Там все нормальное, почему-то. Там очень много хороших. Там на три религии можно насобирать. Что у нас по армии? Входят слухи, что Франция православие основала. Привет, Япония. Привет. Нанять полководца. Создать священное место. О, мне, значит, надо в Кракове. Может, сейчас я построю этого посела и сразу священное место построить. Иерусалим ничего пока не просит. При создании строителей юниты ближнего и дальнего боя. Давайте уже, наверное, на строителей переключим и на юнитов. Один ход остался. Отлично. 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 А что этот торос дает, что за чудо? Это очень неплохо Не равнины, а холмы? Я хочу на запад, но чуть-чуть южнее на реке возле шелка Я даже не вижу Но это от того, где сейчас стоит твой поселенец Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь На седьмой клетке от этого места, где поселенец с дуболомом стоит Я хочу на цитрусовых поставить Прямо на цитрусовых? Они не будут добавляться Правее Прямо на холме Это будет примерно три клетки расстояния между городами А может, Джо перезайдет? Мне кажется, это ускорит Мне некуда ставить уже Ну, нет, если Понимаешь, ты Вот если поставишь Ты тогда Заберешь вот шелк Ну, третьим радиусом Если я поставлю там город И у нас города будут с радиусом Расстояние от трех клеток Ты не против? Ну, у меня нет выбора У меня выше Так же японец Ну, там люксов нет Ммм, я понял Еще араб Тоже здесь Блин Укажется, араб Блин Ладно, тогда Тупой воин силы Смотри, может, у меня еще места будут какие-то Херям встал Ой, блин А, это не А, это не А, мы будем, конечно, правее Чтоб шел Дан выбирать Ну, я хочу на его место Города поставить Да ладно, не надо Ну, поищу другое место Необязательно Я понял, что у меня тут еще один город будет Они мешать друг другу будут Я другое место, короче, нашел Если по-быстрому Мне тут предлагают Ну, кстати, есть Тогда, если ты там ставишь Что вообще Определенная идея Я просто не буду город там ставить И вообще шикарно все получается Давайте поставим Да Сюда просто уже далеко пока везти Я чуть позже Отведу Так Тут все На рост Душ, ты так близко город К моей стороне поставил Будет повышение Ну, так близко живем Ну, стану, Саша Не мешался мне тут Если что Ну, можно было как-то с рома подать Так, строителя Так, строителя И потом Уже и пантеонов нет хороших Святое место построю Ну, так уже, извините 25-й ход Возьму бог моря У меня там 4 лодочки будет Тут 3, а тут 2 А кампус Пофигу Значит, надо будет Святое место на этом холме Строить А кампус там Субтитры создавал DimaTorzok Кавалерия Пауководец Нет, не буду пока менять ничего Пойду вниз тут исследовать Люблин Ой, Леша Воткнул город Как хотел Ну, слушай Я же не против твоего города Почему ты против моего? Торрес Дельпайна, да? Это вы про него? Ну, да Давай поделим Вот у тебя верхние 3 клетки твои Ну, да, верхние Понятно Ну Все поделили По-честному Почти Где у нас там Политическая философия Твой сосед сверху Вам тут, правильно? Нет Американец Ааа Это еще и американец Ой-ой-ой Не, я к тому Что Смотри Я вижу твой Тиночетлан Ты вверх будешь Города ставить? Грек отправляет Делегацию с дарами Не волнуйтесь Получается, что вверх Да Не волнуйтесь Больших деревянных лошадей нет Ну ладно Ну ладно, раз нет Примем Вот Меня тут просто поджали получается В остальных направлений Я как раз буду развиваться по вот этой реке На которой моя столица стоит Ну да Просто я тебе могу сказать, что я на речке тоже ставлю города Но я поставлю города, чтобы у тебя было место для верхних городов По-братски Потому что ты видишь меня Окей, окей, спасибо Я Вот Я не знаю, где ты что-то разведал Но просто Я буду ставить города Через Ну, в трех клетках от моей столицы Чтоб ты не удивлялся Просто пытаюсь жить мирно Джоэл, ты хочешь сказать, что у тебя до сих пор таймер идет, да? Минуты 33 еще Сколько? Я говорю, ему надо перезайти У нас просто у всех таймер закончился Ну да, вот в этом проблема Надо ему перезайти Ну, следующим ходом, наверное Давайте Давайте вот паузу поставим Нет, давай мы закончим ход Начнется следующий Поставим паузу Я же говорю, следующий ход Поставим паузу Он перезайдет По идее, через 3-4 хода Он синхронизируется нормально Если у него нормально все с интернетом Ну, давайте Вы уже поставили на паузу? Нет Нет Еще ход уже не закончился Человека другая реальность какая-то Все, я поставил Проверь метка для кого Ну, все, я запустил Вот для Сандры метка Да, так нормально Я считаю, что это нормально В данной ситуации это вполне Блин, нападать на этого, не нападать В принципе, сил хватает Если не появится Какой-то новый Варвар, то Могу Уничтожить Так, что нам дальше надо Давайте Давайте Решение 2 хода Но я сейчас тут и так построю Железо есть Кстати, это хорошо Давайте каменную кладку тогда А это карточка АГУГА А это карточка АГУГА А это карточка АГУГА Что, ребят, карточка АГУГА Распространяется на ГАПЛИТОВ? Ты лучше не название говоря, а это что она делает Как будто мы все помним Я смотрю, 50% к античности Да Ты уже планируешь ГАПЛИТОВ строить? А кто там рядом с Греком? С каким? С Периклом Никого? Если только я Индус, я надеюсь Городов там ниже у тебя Больше не планируется Выше меня тундра Как прикольно Это вот тот самый Индус, да? С тундры То есть ты как, воевать планируешь? Закаленного Все равно, смотрите, он Если ты хочешь возможность поставить А куда тебе, возможно? Ты хочешь ниже этого города? Мне в трех кредитах отстрогнило Куда? Сейчас, сейчас, я покажу Сейчас, сейчас 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 он тебе покажет Сейчас он тебе все покажет А, мне уже тот советую Ну, кстати, наверное, все-таки тоже Имеет смысл немножко в сторонку отойти Или вообще вот сюда поставить? Да, я вот сюда поставлю Плоцк Здесь город Вот на время никаких не будет Ну, нет, это нереально Циферки Что ты делаешь? Ну, я тоже самое говорю Это нереально Потому что у меня сверху тундра Ну, я понимаю Ну, селись там Что это за стримеры, блин? Где я, по-твоему, буду селиться Если ты не за город поставишь Ну, я не знаю Я тоже, понимаешь У меня У меня два соседа очень близко У меня И Ацтек И Польша Уже других Комцов Меня подселяют Ну, я думаю Тебе можно вот на лево селиться Ну, это слишком близко к моей столице Нет, ну Слишком близко Это три клетки Нет, а вот это слишком близко Целых шесть Не предложение Ребят, вы ходите сейчас? Да А что у тебя таймер уже запрещал? Проблема в том, что у меня еще с люксами сложность А там два люкса целых Которые Поставь статус ВКонтакте Все сложно Спасибо, ты совет Ты на город Мешка, конечно Ты задал вопрос Я дал ответ Ну, а направо у тебя там Далековато, типа Ну, направо там Там город-государство И такое себе И там дальше Америка Ну, там можно Джоэлу Таймер закончился Поставить Таймер у всех закончился А у меня практически Коль назад Разрешил ходить Кому? Джоэлу То есть, ты Ну, вот так вот Всю игру будем по 30 секунд Каждый ход Его ждать То есть Понимаю, он с каждым ходом Все больше и больше Смотрите, у меня вопрос У всех огромный пролаг Во время переходов То есть Да Слушай, ты слышишь, что мы сейчас обсуждаем Пролаг из-за того, что у Джоэла позже начинается таймер Вот он походит, потом начинается сразу ход Я не о том То есть, вот Да, мы ждем его Но когда вот Начинается следующий ход Перед началом хода У меня ни экран не двигается Ничего У меня так же У меня такого нет То есть у тебя вот сейчас не двигается экран Нет, сейчас уже задвигался То есть он вот Когда у Джоэла кончается ход У меня большой пролаг Слушай, ну лаг же это когда ты У тебя что-то тормозит По сравнению с другими То есть Лаг То есть Ну, блин Отставание А когда одинаково у тебя все начинается Это же не лаг называется По-моему, нет Я хочу узнать Это только у меня Или может еще у кого-то Нет, такое бывает Но это не каждый ход Так, надо выяснить Где Находится Грек Предлагай Где ты хочешь ставить город Ну, я хочу По этой реке поставить город Ну, тыкай, тыкай Тык, тык У Грек У Перикла Уже 158 сила Ну, это будет Сосед Минус Кто такой Перикл Ну, собственно Джоэл и есть И Джоэл и есть Это печально На мрамор Я твой, соответственно Не претендую Ну Дефовый город Джоэл, ты знаешь Что тебе будет сложно воевать Потому что У тебя будут Все сначала твоего юнита Убивать А потом у тебя будет Только ход начинаться Так я просто Строил воинов Ну так На всякой стой Чтобы ты потом Мне не говорил Что у тебя Проблемы Давайте Сейв грузить Может быть Пока не поздно Мы сократим Количество Восьмерых Кажется, что Попробовали Но не очень удачно Ну Просто Или он будет Перезаходить К нам постоянно Или у нас Каждый ход Будет увеличиваться Время На которое Он от нас Отстает А на сколько Он завершил Ход Валфар Сейчас ходит Сейчас вроде Нормально Силон Дело в том Что я же говорю Надо После перезахода Три-четыре хода Чтобы он Синхронизировался Практика Мне кажется Он наоборот Раз Вот Сейчас Должно Пройти Не А вот Сейчас Уже не так Как после Перезахода Не А сейчас Потому что Он заранее Закончил Давай посмотрим Может он Как раз Синхронизирует Да Вообще Не буду я ничего Пока Менять Интересно А еще Напоминаю Что я Абсолютно Бесплатно Рекламирую В своих Видео Творческих Людей Сегодня Это Студия Стрейндж Арт Как они Сами Написали Небольшое Сообщество Креативных Людей Снимающих Кино Своими Силами Пока У них Всего Один Серьезный Проект Короткометражный Фильм Заражение Но куча Планов На будущее И пишут Что будут Рады Если я Помогу им Привлечь Внимание К их Творчеству Ну собственно Этим я Сейчас и Занимаюсь Конечно Это не Профессиональное Кино Такое Скорее Проба Молодежи В своих Силах Но Почему Нет Я думаю Если Они Если у Них Огонь Не погаснет В глазах То В будущем Ребята И девчата Смогут Добиться Многого В общем Обращаю Ваше Внимание На Стрэндж Арт И Ссылка Постоянно Вот во время Моего Текста Висела На Видео Вот Посерединке Набирайте Адрес В браузере И Переходите К ним Фига Вот Он Эту Кретку Добавляет Почему Упонец А от Поленки Ты Где Находишься Или Ты Вообще В Другой Стороне Ну Далеко Справа Чуть Сверху То есть Тут Залив Такой Ты Сверху В этом Заливе Не Не Я Далеко Справа Внутри Континентов Слушайте Они Еще Не Научили Походу Города Какие Клетки Правильно Захватывать Им Надо То есть У меня Два Города Пытаются Пытаются Какие-то Горы Захватить Которые Вообще Ничего Не Дают При Этому Одного Например Есть Железо Рядом У Другого Есть Ресурс Роскоши Рядом Нет Им Надо Именно Горы Позахватывать Да В пятерке По-моему Сразу Было Индус Как-то Поставишь Город Куда-то Чуть Подальше Я Может Будь Даже Благовоние Давай Другого Несмотря на то Что У меня Его Нет Если У тебя Его Нет Хорошо Что Убьют Дуболома Нет Живи Дуболом Живи Конечно Может Еще Скаута Вон Юниты ГГ Город Там Смотри Сосед Твой Нормой Наращивает Мы Вообще На Юниты ГГшки Выбежали С города И бегут Хрен Знает Куда За Скаутами Добить Красавчики Ну а плоск Что Хочет Добавлять Ну тут Хоть Правильно Сахар Прям Удивительно Так Что У меня Тут Стоит Душ Там Кстати Острова Может Юнитов Построить Все Так Или Строители Продолжать Да Ну а Не Против Тундры Но На Последних Этапах Игры Сейчас Мне Что Прям Кажется Есть Я Как-то Мирно Играть В домике И пытаться Развиться Ну а Я Я Не Против Мирно Играть Но Город Я Там Поставлю КВН Вспоминается Я не ревнивый Но хату Спалю Ну а ну вот вроде кстати джоэл больше не отстает а я тебе что говорил не поймется горбой хотите дружбу а ты кто переку но все же в курсе что тут пофиксили теперь нельзя нападать на друзей даже о юнтами смысле он больше нельзя объявить войну наведя ее другого чувака все объявил дружбу значит это гарант не нападение на сколько ходов здесь 30 на 30 ходов нельзя больше во время хреново да сейчас этот скаут сообщит о городе в этот лагерь пойдут юниты очень-очень плохо прикольно так что у нас тут по науке а кто-нибудь есть сверху кабула и канди в античности уже джоэл и ацтек просто это город хочу поставить а где кабулы канди извиняюсь я над канди но ты хочешь прям над канди поставить нет это блин посредине между канди и кабула я кабулы открыл видимо он ниже канди ниже и правее там вообще-то меня далеко а у нас стратегический баланс поставил до циферки давай дружить брок американец который ну вот опять джоэл ну значит дает почему значит это ты за фейдинге до распространяю на здоровье мне не жалко спасибо все что мне надо было я еще там тупо ну не тот пантеон взял я хотел взять веру бонус на пересурсов тогда веры бы было бы приносил а взял случайно культуру который у меня нет культуру чего ну там от всяких бананов ну так нормально банан да у меня нет ну два банана и подожди так у тебя спайсы тоже уже есть не снижет тоже будет культура чего-то за спайс ну блин найти прямо им банк рянуть мир пожалуйста поэтому реально у тебя все нормально чёт я шарная нет я в плане того чтобы антон четки дайте на поселенцев и плюс 2 к влиянию мне нравится культура с бананов это надо ставить учрикал сделка сейчас надо будет строить юнит и 5 варваров не пульс мне не нравится только варвар позорение для денег и и создать военный лагерь и и и и и и и и и Ну надо опять начинать, видите, я взял на поселенцев, опять надо строить, как минимум, наверное, вот тут можно город поставить, вот тут город То есть еще два, тут где-то вот соль, три Ну мне бы гипс пригодился бы, потому что я там тоже есть Ацтек, предложение Я хотел бы эту территорию нейтральной Ацтек Специально не стал близко селиться Ну а если клетка пониже, там где гора между двумя солями Хорошо Вот и договорились Индус, мы как сможем с тобой мирно сосуществовать? Так, что у меня на мой город в трех местах хотят города-государства Озарение для денег Походим Священное место Это я построю Сказать, что я обидел Полководец Ну я первый, допустим, сказал, что ты тоже туда ведешь А что? Озарение для денег Это что? Полковское дело Деньги Торговый Почему Торговый Так, лечимся О, в Бостон появился такой Ну вот и Грек Оказывается, ближе, чем я думал Что? Ну Он там вроде поселенца не ведет Так Так Отъедается Сколько у него городов, кстати Слушайте, а в районе Буэнос-Аарес есть кто-нибудь? Три Я так и не понял А, 6-7 клеток от столицы Горго От моей столицы Ну только я в эту сторону не пойду Не, ну где-где ты, я знаю А, это я понял, с вами Угу 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 Так, жилье требуется Все чисто на производство Пока И Люблин Жилье Тут тоже можно на производство переключить И взял, блин Зачем ты Гору добавил, но Четвертый город Вот тут, кстати, можно будет на реке поставить Например, как связующий Он, конечно, не очень супер-пупер будет, но Хоть как Так Так, а где там этот Темпло Майор Плюс один к довольству от развлечения за каждую клетку озера в пределах Плюс одной клетки от Темпло Майор Плюс одна пища и плюс одно производство за каждую клетку озера в Империи Можно построить только на озере рядом с берегом Ну, неплохое чудо Я нашел Гонос Айрес, ура Никого тут нет Пока Я второй Ладно Я думал, может сначала хост прогружается, но второй, третий, четвертый, пятый Так Блин, надеюсь, он не будет сейчас грабить пряности Так Так Здесь, наверное, тоже юнит надо Верховую езду откроем Слушай, американец, а ты вот рядом с моими сейчас границами идешь, и у тебя справа лагерь Кто там сидит? Красненький спирмен И больше там никого не родилось, ты не видишь, да? Скаутята еще бегали Очень он так не в тему родился посреди моей империи Может, ты его побьешь скаутом? Побей скаутом копейщика, побей Ну, пожалуйста Что за ку-ку? Это я поставил метку, там рядом с этой меткой есть кто-нибудь? Нет, там дальше Там есть Почти как до Олимпии от этого места Олимпий араб Я так и не понял, где вы, вы можете обозначить место вашей столицы? Смотрите, я сейчас быстро хожу Потом в лейте не кричите на меня, что я очень долго хожу, пожалуйста А как, я понял Почему это связано, по-твоему? Спасибо Будете кричать на меня в лейте? Ну, будем Как это связано? Никак Звук был как будто Я думаю Сейчас секунду я метку поставлю Ну что, следующим ходом добавится эта клетка? Две грани Как-то это сюда город собрал ставить ку-ку 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 Овы, что уже не пойдешь? Смотри араб Смотри араб Если я Если я вот сюда город поставлю, ты же не против? Понимаю так что силу дает лучше заре выдели возможно выру получаете одно случайное озарение тогда чуть выше такие крики если вы не договорились по поводу ресурсов против что я поставил город а почему вот здесь нельзя я у тебя что-то забираю или ты просто около столицы строишь как около столицы смотри сколько тут клеток на седьмой клетке аж я как бы и вот с греком вроде как договорился чтоб не ставить на реке что что мы говорим не готов тебя ждать знак нашей дружбы хорошо можешь поставить там чтобы он под гору тебе поставь метку благовония мрамором уже зря я торговую республику взял я щас как бы вы его за железо даже явно но только давай у меня будет можно скалывать чем . если он не убежит что я его убил я хочу его убивать это ацтек ты пожалуйста не выкупай второй радиус а ну ладно окей просто я не выкупал я смог все выкупить я хочу проход там чтобы был понял где ну вот я не собираюсь в тебя там под выкупать мир дуба флайбал там тут а нужно будет губер дуба а флайбал самар вот эти леса понятно из я сейчас хочу три города на этой реке поставить как вырастет хотя может нет ни три два один тут как правит он растет ком ты нажимаешь на интерфейс города когда будет твой ход и у тебя в экране города покажет клетка типа планируемого роста не факт что она туда вырастет армажно это жопа началась с конями так пойдем кому тех лошадей попробуем обработать сейчас этот сюда принесется мне так кажется 35 силу коней блин но мне надо обработать тех лошадей чтобы я везде мог всадников строить надо копейщиков строить значит ну просто если я возьму 3 то мне вот этот не будет давать сейчас пошли нету кампуса а женева сразу даст на руки а то тут меня сейчас не суши там у меня юниты сплошные там тоже кстати варвары стоят да я бы наверх ушел да и все наверх и не будешь мешаться обрабатывать клетки ну окей я запомнил ой о господи тебя до походу подвесить у меня застрял ход и что больший качество не еще раз ты просто нажми на глобус левой кнопкой смысл пошел блин надо копейщиков строить эти железо требует вот мне будет раз железо по гипс кому-нибудь нажим у кого гипс я дофига гипсы если кому-то надо обращайтесь скоро будет на обмен напишу четыре города мало надо ставить еще хотя бы 4 грекка там нету возможности но я могу на бриллиантах поселиться но давай быстрее сменится щетки на олигархи на фига сейчас бонусные очки великих людей а нельзя не хочет дрожить в принципе то же самое с кем кто-то издалека что-то бросает я не могу понять что же самыми видите стоит а я афиной греции но при этом плюс четыре силы у юнитов у меня и плюс 20 процентов боевой опыт хорошо отлично убил так тут у нас сахар обработан и поскакала кавалерия так что нам дальше храм махабодхи в принципе неплохо для обалдеть уже четыре из пяти основана такая может так и не успею а ну я следующий в принципе тогда ладно нет неизвестный игрок от есть 14 на него один вход у меня два и три идеи я должен обогнать его так влюбление давайте на построим поселенца вот сюда какой шикарный торговец вот этот не лагерь создал проблем он уже с библиотеком сидит над стыка не гонила от стыка точно библиотеки построил это так он тоже библиотеки далее на и отвода глаз да ну мне кажется нет но единственный человек у которого есть кампуса и библиотеки тоц так больше ни у кого нет я так понимаю а нет вот еще неизвестный игрок прошлым ходом видимо закончил ох уж этот неизвестный игрок я его знаю он всегда так делает я встретил михаила из арабской империи это и неизвестным игроком именно он оказался конечно михаил из арабской видоса мы с тобой дружим меня если сеттлер пойдет не прикрыт и все нормально тут и тут так стоишь посреди моих городов странно почему у этого всадника базовая мощь 20 странно вот у меня два всадника варваров до рядом я думаю какой каково из них атаковать копьем но при этом у одного базовая мощь 35 а у другого 20 качан или да так чё греха глянь я там предложение только найди какой-нибудь ресурс на торговлю 11 я я то найду но я имею то сейчас я могу спокойно идти не психонеж какой-то долгие нажал кнопку все вижу вижу нет просто сказал бы джоэл только давай ты как-то быстро пройдешь чтобы не мешать мне своими клетками на будущее просто я щас не собираюсь так тут все производство норм здесь все на производство и поселение строится здесь сейчас достроится копейщик так что нас с великими людьми 2 а тут один ну по идее у меня два потому что один от священного места и один от пантеона если я построю еще святилище то быстрее будет пророк набирать или вообще можно выполнить это моление 4 хода кстати это лучше чем священное место то есть пророк так тогда точно появится ухты как мне тут больно всячески побили эти тут из-за из-за того что у скаута варварского зона контроля у меня потерял ход рабочий так давайте поселенцев достраивать наверное все таки о оказывается если город по благе ставишь 50 долгу к тебе а раньше вроде не давала может это с модом исправен он продавал и всегда всегда давал тут справа от фарсала много места вроде как или мне так кажется я я думаю тут у кого-то вообще дохуй на место у у меня тут чуть-чуть гэшки прикрыли и благодаря ему у меня тут как бы есть место парочку городов но это все я думаю кто-то тут вместе вообще не ограничен но я ограничен у меня тут справа от стек сверху француз слева грек чем соседи есть у всех это интересно для тоже два соседа я я вообще в центре империи ну мысль это как мы с тобой ты сверху я снизу в центре классно минуты как-то мне кажется у тебя хотя бы снизу соседу сосед от стек до я и грек еще и грек там далековато ну поставим города будем близко ну да ну хорошо что с индусом мы договорились то скоро город ну ничего убьют не этого не скорее всего это убьют час а нет красавец просто да ладно это не я индус я понял что так он тоже как воевать-то со слонами можно было бы но у тебя промки мало вряд ли бы 20 это немало реликвию получил круто есть у нас с от стеком а где сейчас я тебе поставлю отметку на карте буду очень благодарен острова нашел какие-нибудь острова а на фига вам чудо находить он уж не дает ничего в отличие от того как было в пятой циве по привычке это как покемоны знаешь нет не знаю что это расскажи пожалуйста ты знаешь что он даже видосик делал да не знаю макимону лёши искал покемонов да да только никому не рассказывала и жест что и таким занимаюсь а я как понимаю все у народу отлегло с этих кимонами хайп прошел все быстро кстати видно лайт там какой то скучно классно быть любителем пошаговых стратегий тебя только отлегло знаешь лет через семь например пользуйтесь двагис и играйте в умные игры а продолжение смотрите завтра спасибо что досмотрели до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы посмотрели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры в умные игры